Мы уже все искупались, сейчас немножечко передохну и пойду эти пандочки смывать и нанесу уход за кожей. Какая бы я ни была уставшая, девочки, я всегда наношу уход за кожей и вам тоже советую, потому что вы, если хотите хорошо выглядеть в дальнейшем, чтобы средства ухода выработали, то не надо не забывать и не лениться ими пользоваться. Если вы будете лениться пользоваться, то результата не будет. Мне надо еще на волосики нанести, термозащиту, масло. Я голову мою каждый день. Я не могу, я не засну, если я хоть день не помою голову. Это я делала себе в прошлом году химический пилинг, а там как бы сутки нельзя мочить лицо девочке. Я еле до утра дотерпела, чтобы помыть голову. Мне нужно ложиться с чистым телом, с чистыми волосами, с чистым сознанием. Иначе я прям все очень плохо чувствую. Комиточек. Уже убежала, хотела я показать, чтобы я убежала. Короче, сегодня какой прикол. Это просто какой-то вообще ужас. Сестронка легла с телемусиком в больницу, потому что у него температура не падала. И попросила меня сварить ему куриный супчик легкий. Я говорю, все хорошо. А приемник получается передатчик только с 9 до 10, по-моему. Ну, а вечером с 5 до 6. Я себя приготовила, лишь приехала с работы. Должен был ей уже натрясти и телемусику. А вот, в палатах, говорит, холодно. Вот, и она мне еще попросила теплый плед передать. Я передала посуду. И вот супчик с Еленочкой. Я приготовила ему такой вкусный супчик с этими макарошками-звездочками, чтобы ему как раз было это интересно кушать. Вот, и смотрю уже без 26. Я быстро-быстро, короче, думаю, что делать. Нашла банку. Налила. И, представляете, эта вся банка лопнула. А я весь суп, который сварила, ну, я ему там как бы немножко, но два раза сварила, потому что там же холодильника, ничего нет. И эта банка разбилась. Думаю, капец, что делать. Звоню знакомой. Я говорю, ты сегодня суп варила? Она говорит, нет, сегодня не варила. А у меня-то есть фасолевая, но ему такой нельзя. Звоню второй. Я говорю, ты сегодня суп варила? Она говорит, нет. Капец, что делать. И Эльмаске звоню, говорю, Эльмаске так-то, так-то. Она договорилась с медсестрой, что я чуть-чуть позже привезём ей. Быстренько начала варить Эльмаску в супчик. Думаю, куда налить? Я уже боюсь наливать, потому что бы не пришлось ещё раз варить супчик. В общем, я нашла маленькую кастрюльку. Наливаю в эту кастрюльку в супчик с Эльмаску. Лёхе говорю, вези в этой кастрюльке, потому что, не даю бог, лопнет. Я уже как бы третий раз, я уже готовить точно не буду. Ну и ребёнок же ж голодный. Ну вот, Лёха повёз кастрюльки. Девчонки, так бывает. Ну ничего. Самое главное, что решили проблему. И главное, это делать на позитиве. Потому что раньше, вот честно, Валериана и Мелисса, респект. Раньше бы я визжала, как свиня и матюка. Что так получилось? А сейчас, вы знаете, я думаю, ну вот что делать? Взяла, достала быстренько кусочек филе и пора готовить супчик. Красотка, доброе утро, говори всем. Всем доброе утро. Камилочка сегодня хорошо спала, да? Камила сегодня умничка. Умничка. Маме даже дала до девяти поспать. Вот такая Камила. Молодец, молодец. Она так любит, когда её хвалят. Камила уже помылась, причесалась. Да, Камилочка? Всё, пойду я завтрак уже готовить. Сейчас села на диванчик, думаю, немножко отдохну и подумаю, что подарить Каме на день рождения. У Каме 22 мая день рождения, но я уже задумалась о том, чтобы мы полезные, такое интересные, могли бы подарить нашей семье. Всей. Всё, думала, 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 потому что обычные игрушки, вот то, что интересно другим деткам, ей это неинтересно. Одежда, у нас одежды очень-очень много, обувь, не такие вещи покупаешь, и так, да, без дня рождения. Мне хотелось чего-нибудь такого. Ну, в общем, с Кариной и с Кириллом намного легче в плане того, что они говорят, что они хотят, а вот с Каме это сложнее намного. Я, знаете, что придумала, девчонки, как вы думаете? Я хочу Каме подарить вигвам, и мне сегодня, короче, в контакте добавилось сообщество, в друзья постучалось, вигвама девушка шьёт, она живёт в Крыму, очень красиво, различные игрушки, ручной работы, подушки, в общем-то, такое всё интересное, скатерти. Я только думала, чтобы ей подарить, и мы же хотим делать им комнату, и думаю, я ей куплю туда вигвам. Это будет очень круто. Кстати, как вы думаете, у кого есть игвам, напишите, вообще-то полезно или нет, или вообще что-то стоит другое подарить. Это у нас будущая комната девочек. Сейчас эта комната служит нам таким вот складком на ТЭ, где мы складируем все наши необходимые вещи. Там кондиционер стоит, всё-таки велосипеды, самокаты, ролики, гироскутеры, в общем, всё у нас здесь находится. Потихонечку уже начнём в этой комнате тоже поднимать паркет, убирать обои, потому что после гостиной у нас ремонт на лоджии. Сейчас вам покажу нашу лоджию. У меня уже всё готовится к ремонту. После того, как мы сделаем ремонт, вот этих вот верёвок здесь не будет. Я куплю несколько таких разных сушилок. Эту сушилку я отдам сестрёнке больших сушилок. У нас здесь будут сушилки. Девочки, кто живёт в Вифпаторе, если кому нужна вот такая вот ёлочка, её отдам с удовольствием. Здесь у нас вот шкаф на ванну новый, там ещё один шкаф, унитаз. И угадайте, как он называется, девочки. Карина. Мы купили квадратный унитазик, новый в ванну. Здесь у меня отпариватель. Уже на улице-то хорошо солнышко светит. Пылесосик. Сейчас включу здесь свет. Кстати, вот, видите, люстра, где у нас один плафончик. Помните, я вам говорила, сломался? И невозможно купить такой плафон, потому что покупали ещё люстру при Украине. Очень крутая люстра. Очень жалко, что придётся с ней в скором времени распрощаться. Скоро будем прощаться с этим шкафом. Я надеюсь, что уже завтра нам доставят наши боксы для хранения из Икея. И всё это я буду убирать туда. И этот шкаф муж отвезёт на работу. Вот такой офисный шкаф. И что у нас здесь? Здесь у нас наши хомячьи запасы и лекарства. Вот там вот наверху здесь немного у нас лекарств. Но в основном покажу мои хомячьи запасы. Девочки, я люблю, чтобы у меня всё было. Я не люблю так, знаете. И у меня так раньше часто было. Залезаю в ванну, закончила с шампунь, гель для душа, бальзам, паста. Или ещё что-то. Или истрепала щётка, забываю купить. Я люблю, когда у меня есть всё в наличии. И тем более, когда камень уже засела дома, мне неудобно часто ходить. И вообще я люблю сетевые компании. Когда заказал, муж поехал, забрал. Заказал себе дома спокойненько, да. Посидел, подумал, что тебе надо. В общем, смотрите, у меня здесь жидкое мыло для кухни, свежитель вот этим сейчас пользуюсь. Вот такой зимний аромат надо уже сейчас допользоваться, потому что сюда поставлю, чтобы побыстрее допользовать. Антисептик, это сейчас то, что нужно. Порошки от Faberlic, они мне нравятся. Четыре упаковки, но у меня порошков бывает по 10 пачек. Вот я заказала себе ещё. Потому что мы стираем в день иногда по 3-4 раза. Но один раз стабильно, поэтому у меня это уходит очень быстро. Вот эти, ах, кстати, вот новые мерные ложки для порошков. Вот этим средством я мою потолки, стены, полы. В общем, всё вокруг, мебель, всё мою. Мне очень нравится. Зубные пасты. Здесь у меня отбеливатель. Зубная щётка одна. Моющая для посуды. Я не знаю, девочки, кто-то говорит, хватает на полгода. Кому-то хватает даже на год. Мне хватает потолок на 2-3 недели. Вот. Тоже всегда у меня по 10 бутылочек. Здесь немного осталось. Ещё заказала. Шампунь. Там мои маски стелевские. Лак для волос. Это для карениных конкурсов. Я не использую. Шампунь, бальзам. Там у меня наборчики Фаберлик. Они мне очень нравятся. Я их себе оставляла и брала со скидкой какой-то хороший, срок годности хороший. На Новый год кому-нибудь тоже подарю. Здесь сыворотки Трифлея. Туалетная бумага. Но мы её не используем по предназначению. Она нам нужна для ремонта. Мы такой туалетной бумагой не пользуемся. И вообще мы не пользуемся туалетной бумагой. Я уже говорила. Моя щётка Skin Pro для очистки лица. Влажные салфетки, кондиционеры для бритья. Ой, для стирки, для бритья. Так, и здесь у меня гели для душа. Маска платином ночная. Жидкое мыло сейчас сюда вот поставлю. Шведишпа. Это у меня антицеллюлитный крем. Интимки. Крема для тела. Пенки для бритья. Крема для рук. Ватные диски, ватные палочки. Крема для ног. Здесь у меня мыло Фаберлик. В общем, здесь уже гель для душа. В общем, такого всякого необходимого. Кстати, любите вы делать такие, девочки, запасы необходимых средств? Я очень люблю. Это очень удобно. Сейчас стану вот так вот. Комната длинная. И меня это раздражает. Вообще, знаете, как плацкарт. Ну, а что делать? Маю, может, маму. Спасибо и на этом. Зато и своя квартира. Надеюсь. В общем, я что подумала, девочки. Давайте вместе с вами подумаем. Еще раз вот так вот покажу. Вы мне такие умненькие. Всегда подсказываете. Кстати, если кому нужна вот такая вот картина, кто же в Вифпиторе отдам бесплатно. Здесь у нас гардина от Кирюшиной комнаты. Надо купить держатели. Но пока ничего не работает с того, что где можно купить. Дверь будет меняться, убираться. Будет такая, как в Кирилла комнате. Я как планирую сделать вот здесь вот диван. Потому что здесь как кровать. Это будет реально плацкарт. Диван хороший, дорогой купить. Вот и фирма, которую мы покупаем. Здесь вот какую-нибудь тумбочку или прикольный киевский круглый столик поставить. По поводу обои. Я хочу здесь несколько разных обоев сделать. Или обои. Наверное, вот здесь даже часть обоев. Здесь вот часть кирпича. Но не такого, как в гостиной. А что-то другое. В общем, смотрите. Я хочу здесь вот диван, столик. Вигва, который я придумала уже всей семьёй, которую мы подарим в Каме. Здесь какой-то небольшой косметический стол. Чтобы Каренка уже тоже за собой ухаживала. Чтобы у неё были свои средства по уходу и так далее. И хочу... Точнее, она очень хочет себе зеркало от пола до потолка с такими вот лампами. В общем, как-то это надо на этой стороне расставить. Эта сторона здесь единственный минус. Что у нас здесь будет кондиционер. И как бы, не знаю, может как-то вот так сделать шкаф. Вот вырезать, где будет кондиционер. Здесь бы в идеале поставить шкаф. Вот эта тумба тоже будет. Но она отреставрируется немного. Вот эта полка и этот стол. И в принципе, что-то узкое ещё можно сюда вот будет впихнуть. Чтобы не было вот этих зазоров. И использовать по максимуму местам. Кстати, очень удобно. Я уже показывала на примере Кирилла комнаты. Вот такие вот органайзеры, где хранятся различные игрушки, развивашки и так далее, и так далее. Здесь от Каренина фотография. Портфолио я вам уже показывала. У нас очень много книг. У нас здесь книги у Каринки, у Кирилла в комнате тоже книжки. Здесь вот её. Учебники всего сестрёнки. Так вот карандаши. Всё-всё-всё хранится. В общем, девчонки, советуйте, как бы вы сделали эту комнату. Да, у нас, кстати, ещё шпинал этот, блин. Этот пинал ещё куда-нибудь тоже втюхать. В общем, я ещё хочу разные цвета мебели сделать. Вот. Белый и вот такой. То есть на этой стороне белый, а на этой стороне вот такого цвета мебель. Но она тоже, видите, отличается по цвету. Полка вот эта подвесная и пинал, они другого цвета. Стол и тумбочка. Другой, ну не тумбочка, комод. Другого цвета. На комоде поменяем все ручки. Вообще, вот эта фирма Lerum. Вот когда она висит, она классная. Такая же фирма, как у Кирилла в комнате. Но если её дёргать туда-сюда, это, конечно, вообще просто ужасно. За этим столом у Каринки остаётся компьютерный. Мы покупаем новый процессор, новые колонки. Ну вот, это всё так остаётся, получается, монитор. Ну, как-то так. Коврик остаётся. Паркет поднимается, меняется на ламинат. Доска моя отсюда убирается. Вообще, честно, очень удобно, когда доска разложена. Не надо её постоянно складывать, раскладывать. В общем, короче, вроде четырёхкомнатная квартира и большая. А в то же время, не знаешь, как это всё сделать. Надо ещё будет поехать, как откроются магазины, выбрать люстру. Вот мы уже начали обои потихонечку здесь срывать. Поэтому, девочки, давайте, подсказывайте. Кресло это тоже уедет к сестрёнке. Здесь будет другое кресло, похожее, но другое. Кирюшка молодец, разукрашивает, сидит. Умница, разукрашивает, зайчик. Вот, искупала камни, уже позакрывала блокауты. Кирюшу искупалась. Скорее, не на очередь буду стелить постель, потому моя очередь. В общем, девчонки, так сейчас удобно, да. Нигде магазины никакие не работают. В общем, онлайн-магазины приветствуются. Мне сюда захотелось очень сильно телевизоров. Чего у меня не хватало, это сюда очень-очень телевизоров. Короче, сели, посмотрели, где можно заказать. В Эльдорадо нельзя заказать, потому что не работает. Зато уже находится в большом торговом центре. И вход у него через торговые центры. А в ДНС пункт выдачи работает. Можно сделать заказ и в пункте выдачи забрать. И вообще, я не знаю, почему мне Эльдорадо не нравится. Хотя обслуживание и персонал намного приятнее и вежливее, чем в ДНС. И вот не знаю, почему мне не нравится, ребята. Я сейчас не могу объяснить, но всё, чтобы я там не покупала, всё через попу. Серьёзно, с какими-то проблемами. Поэтому я решила больше не экспериментировать и покупать в ДНС. Напишите, в каком магазине вы предпочитаете больше покупать. Хотя в Эльдорадо, мне кажется, наоборот, лучше-то много бонусов всегда начать. Ну, я не знаю. Короче, как-то так. В общем, заказали в ДНС. И завтра уже придёт. Очень удобно. Выбираешь способ оплаты или наличка, или карты. Мы выбрали наличкой. Придёт. Покажу вам, какой мы выбрали. И как мы его повесим. Тоже покажу, как это будет всё смотреться. Ребята, самоизоляция, наверное, дала возможность. И даёт возможность нам посмотреть на жизнь с другой стороны. И вот я нахожусь по уходу за ребёнком особенным. И у меня пенсия 10-500. Ну, что такое 10-500? Это вообще ничего. Спасибо нашему папе, который зарабатывает. И нас достойно содержит. Он один работает. У нас 5 человек в семье. И моя знакомая мне давно говорила, что купила в классном ЖК в Симферополе квартиру. И прям вот вдохновилась. И я тоже зарабатывать деньги и, в общем, жить лучше. И создала в социальной сети контакт в сообществе Гипермаркет, в котором я выставила товары. Там очень много сумок, обуви, корейская косметика. Очень-очень много всего. Кому интересно, зайдите по ссылке в мой ВК. И напишите мне в сообщениях. Скиньте ссылку на Гипермаркет. Там турецкая продукция, будет любая и пища, и бытовая химия, и посуда. В общем, всё-всё-всё. И вот там очень много сейчас классных сумок. Новые весна 2020. Цены у нас очень низкие. Доставка по нашему городу 100 рублей. Или вы можете приехать ко мне, забрать бесплатно. В общем, короче, я решила развиваться, зарабатывать деньги. И я хочу содержать свои детей достойно. Я не хочу им в чём-либо отказывать. Кстати, у нас там детские игрушки, констовары и книги разные будут. Поэтому, кому интересно, в общем, сходите. Не хочу им ни в чём отказывать, потому что жизнь настолько короткая. Хочу, чтобы мои дети жили роскошно, жили хорошо. Чтобы у неё было всё. И вот по поводу квартиры. У меня цель купить квартиру. И не просто продав эту квартиру, купить другую. А оставить эту, потому что у нас трое детей. Мы должны обеспечивать недвижимостью. И купить квартиру другую. У нас как бы вот трое детей. И вот прям по очереди будем всем. Например, эта квартира остаётся коренья. А сейчас, после всей этой пандемии, буду добиваться бесплатного участка. Многодетная семья, ребёнок, инвалид, квартиры. Не знаю, буду добиваться или нет. Но какой-то процент, чтобы выплатили. Как бы добьюсь на новую квартиру. Там, Кирюша, например, дом построить. И Каме квартиру в Симферополе купить. В общем, всех детей мы обеспечиваем жильём. И вот мне хочется работать, мне хочется творить. Знаете, когда многие говорят, о, у меня нет времени, нет желания. Наверное, если у вас есть желание, то у вас найдётся и время. У меня трое детей. У меня квартира четвёрку. У меня особенно ребёнок. У Карина онлайн занятия. У Кирилла занятия. У них, скажите мне, секции разные. Когда вот обычные дни, да. С Каме тоже надо ходить. То по врачам, то по занятиям, то ещё куда-то. То гулять. Готовка. Плюс ещё на мне полностью покупка продуктов. Это всё то же самое, что вы делаете на мне. Это всё то же самое. И я уже приводила пример, да, когда говорят, ой, у меня там грязно, я не успеваю убрать, потому что там дети всё раскидывают. Там особенно ребёнок, надо с ним много заниматься. Да это всё просто... Я уже говорила много раз, что засранки просто. Пягко говоря, да. Тоже трое детей, тоже, блин, раскидывают. Всё то же самое они делают. Вот недавно они здесь играли. Всё, я убрала, всё протёрла, и уже чисто. То есть буквально 15 минут, и всё чисто. Ага, вот. Поэтому это всё отмазки. Если человек хочет ставить себе за цель зарабатывать деньги, он этого будет делать. Вот я себе поставила за цель зарабатывать. Потом ребятки всех приглашаю в свой гипермаркет покупать качественные товары по низким ценам. Плюс я ещё развиваюсь в сетевой компании. Тоже, кстати, очень выгодно, потому что мы моемся, едим, пьём бады. Это лучше, чем покупать в аптеке. Всё. На этом буду с вами прощаться. Ребята, спасибо огромное, что вы со мной. Самые лучшие зрители в мире. Буду стелить пастель, купаться, и уже ложиться с детками отдыхать. У меня у детей сейчас, кстати, очень такая идея, у Карина с Кириллом. Они по вечерам ложимся, и они рассказывают свою мечту, как они хотят поехать на машине, на Байкал, и что они с собой туда возьмут. И вот так приятно с их уст это слышать. И вот прям мне хочется зарабатывать деньги для того, чтобы их возить везде. Возить везде, чтобы они всё увидеть смогли в этой жизни. Субтитры сделал DimaTorzok